Большая июньская планерка в крае началась с вопросов денежных. На повестку дня Вениамин Кондратья сначала вынес погашение задолженности по зарплатам. Ситуацию в регионе удалось стабилизировать, цифры накопленного долга больше не растут. Но до сих пор своих честно заработанных продолжает ждать 8,5 тысяч кубанцев. Им предприятия задолжали больше полумиллиарда рублей. Это не просто совещание ради совещания, и не просто вопрос ради вопроса. Я сейчас подчеркиваю, это активная жизнь человека, или замедленная жизнь, или жизнь на обочине, что еще хуже. Он живет этой зарплатой, это его надежда, это его планы, а это теперь уже не сбывшаяся надежда, это уже нереализованные планы. Поверьте, мы человеку как бы жизнь чуть-чуть замедляем, что ли, или вообще его жизни лишаем. Людям нужна просто зарплата, и все. И в их понимании это просто зарплата, и это очень легко. Вот так щелкнули мы щелчком, и зарплату принесли. И они не будут разбираться в экономических проблемах ни предприятия, ни экономики в целом. То есть им это неинтересно, и они правы. Потому что они пришли в 8 утра на работу, и ушли оттуда в 5 или в 6. И будьте добры, дайте им зарплату. И больше их ничего не должно волновать. И это правильно. Их больше ничего не должно волновать. А все должно остальное волновать наш с вами. Вот поэтому оно нас с вами и волнует. Поэтому мне важно понимать, как идет взаимодействие, или оно не идет. У нас в крае создана достаточно четкая система выявления на ранних стадиях задолженности по заработной плате. Это и по данным органов прокуратуры, по данным трудовой инспекции, по жалобам. Опять же, из этих 558, 54 миллиона – это на действующих предприятиях. Остальная задолженность – это задолженность предприятий банкротов. 557 миллионов – это цифры только официальной статистики. Именно эту сумму людям необходимо вернуть, настаивает глава региона. Для этого Краевому министерству экономики и районным главам необходимо разработать различные алгоритмы. И, например, с помощью привлечения инвесторов погасить задолженность. Но для начала важно разобраться, почему некоторые предприятия сегодня не в состоянии выдать своим сотрудникам зарплату. В основном все проблемы, которые мы поднимаем, они расходные. Давайте говорить об экономике, а не только о расходах. Давайте смотреть на те мероприятия, которые как в Краевой администрации, с точки зрения департаментов, министерств проходят, чтобы экономика-то заработала. Чтобы мы добавочную стоимость собрали. Чтобы мы в целом запустили переработку, я не знаю, промышленность. Нужен результат не только на уровне муниципальных образований, но и на уровне Краевых министерств и ведомств. Я надеюсь, что к следующей Краевой планерке вы дадите их показатель, их работ. Вот наших краевых министерств и ведомств. Я хочу по блокам увидеть и тогда понимать главы муниципальных образований, что если мы проседаем, и они, конечно, будут проседать. Я хочу в глаза посмотреть нашим министрам, краевым. Что они делают тогда здесь? Тогда их просто местами надо поменять, да и все. С теми муниципальными образованиями, руководителями, которые там дают результат. Работать и зарабатывать хочет и казачество. Для этого по поручению губернатора районным казачьим обществам местные власти должны были предоставить земельные участки, чтобы те, в свою очередь, занимались сельским хозяйством. Однако эту задачу выполнили далеко не во всех муниципалитетах. 22 муниципальных образований края уже выделили или готовы предоставить из муниципальной собственности земельные участки для казачьих обществ. Атамановым управлением РКО, расположенным у казахих муниципалитетов, предложено ознакомиться с заявленными земельными участками для дальнейшего принятия решения об их аренде. По информации 10 муниципальных образований, муниципальной собственности земель для выделения казакам или казачьим обществам нет в нем иначе муниципальной земли. Давайте дадим возможность казакам, казачьим обществам зарабатывать. Все, другого пути нет, потому что в противном случае мы должны их кормить. Хотя вы дайте землю казачьим обществам, а потом уже с них спросите. А когда вы землю им дадите, они возьмут себе тех казаков, тех мальчишек или пацанов с высшим образованием уже, аграрным, и там они дадут совсем другое. И казачество по содержанию, и результаты будут другие. С высшим образованием должны ребята прийти в казачество. Они сделают и быт казачий по-современному, на новый лад. И экономику казачью тоже сделают. Уже традиционно на планерке подняли вопрос новых требований к застройке. Как выяснилось, эти правила игры не везде исполняют на 100%. Где-то сопротивляются застройщики, а где-то не могут перестроиться местные власти. В некоторых муниципалитетах до сих пор правила землепользования не совпадают с генпланами строительства. Генплан одно предусматривает, правила землепользования и застройки другое, а по факту строится третье. Ну как это, тогда вы или есть там, или его нет. И архитекторы у вас или существуют, или не существуют. Или настолько нужно заплатить, чтобы по большому счету не видеть уже ни генплан, ни правила землепользования и застройки. То есть вообще ничего не видеть. Чтобы разобраться в причинах и проанализировать ситуацию, Вениамин Кондратьев поручает провести отдельное краевое совещание. И к этому вопросу требует подойти максимально жестко. И неприкасаемых при выдаче незаконных разрешений на строительство ни у кого не будет, пообещал глава региона. Мария Крошина, Элина Касабова, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань-24, Краснодар.